Раннее утро. Жители Расторгуевской части Видного спешат на работу, по пути выбрасывая мусор. Именно в это время суток, а также поздно вечером и ночью можно встретить и нарушителей, оставляющих строительный и крупногабаритный мусор у контейнеров для сбора ТКО и в других неотведенных для этого местах. Именно для предотвращения действия последних ГосАдамтехнадзор совместно с ГИБДД, администрации Ленинского городского округа и представителям Каширского регионального оператора проводят спецоперацию «Засада». В Ленинском городском округе участились случаи сброса строительного мусора в неотведенных для этих целей местах. В лесах, по дороге. Каждую неделю будут проходить данные рейды для пресечения сброса в неотведенных для этих целей местах. Засада на этот раз расположилась у контейнерных площадок на улицах Черняховского и Первый Калиновский проезд. По первому адресу крупных нарушений замечено не было, а вот на Первом Калиновском организаторов спецоперации ждали целые навалы из строительного мусора. Местные жители утверждают, что раньше в этом месте стоял большой бункер для крупногабарита, который не так давно убрали. И сваливать строительный мусор рядом с контейнерной площадкой им якобы разрешили сами коммунальщики. Нам, когда мусор приезжает, нам говорят, в помойку скидываете. Кто вам такое сказал? Когда приезжают, забираете. А строительный мусор скидываете на землю, ну реально трактор приезжает два раза в неделю, он забирает. Редор-сервис, это не оригинальный трактор. Ну я не знаю, просто я вам говорю, какие... На эту площадку только ТКО вывозят. Нет, мы рядом скидываем. Нельзя. Сейчас увеличили большую площадь контейнеров, но отсутствует большой контейнер, что очень не хватает, потому что все равно люди будут разбрасывать. Это в любом случае, потому что, ну как видите, все равно люди у нас такие. Поэтому все равно, конечно, желательно поставить большой контейнер для сбора большого мусора. Представитель Госаномтехнозора Виктория Ильина напомнила жителям о необходимости утилизировать строительный и крупногабаритный мусор самостоятельно. Видите, здесь даже нет места, нет отсека для КГМ. Получается, что здесь вот эти навалы, то есть это сбрасывается несанкционированно, понимаете? Ну мы не знали. Ну а тем, кого застали на месте преступления, придется заплатить штраф. Нарушитель привлекается к административной ответственности. Значит, за сброс мусора по статье 8.2 КОАП Российской Федерации предусмотрен административный штраф в размере от 1000 рублей. Мусорные навалы же придется вывозить администрации и дорсервису за бюджетные деньги, как несанкционированную свалку. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова